Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вот недавно прокатилась очередная высылка расистских дипломатов. Мы в принципе об этом уже говорили. Итак, 15 человек выслали к чертовой матери из Норвегии. Большую кучу этого человеческого материала выслали из Германии. Если можно так сказать, сколько я не знаю. Еще пятерых выслали к чертовой матери из Швеции. И отправили всех назад в Сыктывкар. Вот. С чем это связано? В принципе, да, мы знаем, что там эта так называемая Россия там выслала в ответ шведских дипломатов, норвежских, немецких. Так и представляю, как они рыдают, там уезжают домой из этой помойки с этими деревянными туалетами, с этим концлагерем. Господи, прости. Ну, они при высылке из России рыдают уже так же, как дипломаты рыдают при высылке из КНДР. Да, абсолютно так же выглядит. Очень горько. Разве что не танцуют. Да, так вот. А если серьезно, почему вот за последние дни такое большое количество высылки этих российских шпионов? Все довольно просто, ребята. Ну, тут кроме самого непосредственного шпионажа, который имеет место быть, конечно, да. Есть еще один момент. Смотрите, после полнейшего дипломатического провала в Европе, когда Россию выставили отовсюду, откуда только можно, Путлер и его фашистская банда решили каким-то образом воздействовать на крайне левой и крайне правой фланги политику в Европе, с тем, чтобы повысить количество тех людей, которые, так сказать, с пониманием относились бы к российско-фашистской политике в Украине. К войне. Какой политике? К войне. Вот. И в связи с этим они зарядили большим количеством денег своих так называемых дипломатов, де-факто шпионов. И те начали работать, особенно в Германии, очень активно с представителями правых партий АДФ, например, и крайне левых. То есть они одновременно работают с крайне правыми и крайне левыми. То есть с различного рода маргиналами, просто, как говорится, со знаком минусы, те и другие. Интересно, что с крайне правыми же фашисты обычно кричат, что они же борются, вы же боретесь. С крайне правой это есть, де-факто, практически фашисты. Но вот тут у них, как говорится, Россия всегда работала только и опиралась только на фашистов. На самом деле, перед Второй мировой войной у них прекрасные отношения были с Гитлером. Они вместе воевали против Англии и против Польши. Что тут дальше говорить? Так что, в принципе, с фашистами у Советского Союза и его преемницы России всегда были великолепные отношения. И только на фашистов они не могли, собственно говоря, всегда положиться. И вот сейчас они, значит, зашли в Европу с большим количеством денег, с тем, чтобы вот эти вот крайне правое и крайне левое начали выдумывать всякие небылицы, начали, как говорится, бюргерам ездить по ушам, с принятием, так сказать, позиции России, с неприятием, соответственно, позиции собственных правительств, с тем, чтобы уменьшить, любым способом уменьшить помощь Украине. Они организовывали всякие проплаченные митинги. Ну, если там по этому митингу пройти, по той же Германии, например, было бы понятно, что коренных немцев на этом митинге 0,1 и столько же десятых, а вот выходцев из бывшей России, из бывшего СССР, вот, а эти, оно на 100% из них как раз и состоит. Дал там по 50, по 100 евро, все дико счастливы, и побежали туда митинговать, значит, по любому поводу. Вот, и без повода тоже. Так что, вот эта высылка, она была связана не только и не столько с реально шпионской деятельностью, когда расистские вот эти, так называемые дипломаты, пытались что-то где-то разведать, но и связана с тем, что расисты активно вмешивались и продолжают вмешиваться в политическую, внутриполитическую жизнь в соответствующих странах и пополняют, скажем так, карманы публики, ну, типа во Франции Марина Лепен, да, известная мерзавка, известная фашистка, и у папы у нее фашист, и она фашистка, вот. Ну, вот, вот таким вот они помогают. Ну, а что удивительного, после Гитлера можно и Лепенше помочь. Слава Украине!